Здравствуйте! В эфире программа события в студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Всевидящее око. На личных автомобилях появится система ГЛОНАСС. Какие еще изменения ждут самарцев в новом году? В празднике не обошлись без потерь. Самарские спасатели подвели итоги. Благодаря ему в Самаре начали строить ракеты. 110 лет со дня рождения великого конструктора Сергея Королева. Болеешь диабетом? Проверь зрение. Бесплатная программа глазной больницы области. На работу как на праздник. Вернуться к трудовым будням помогут советы психолога. Настоящим испытанием для самарцев в первую рабочую неделю стали снегопады. Снег шел несколько суток. Выпала треть от месячной нормы осадков. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Как освобождают город от снега, увидела наша съемочная группа. Если для многих людей эта неделя стала первой рабочей, то у городских коммунальных служб каникул не было. А с приходом обильных снегопадов 6 и 7 января они были все мобилизованы. Наши рабочие выходят на работу и в 6 утра, и в 5 утра бывает. Вызываем по приказу. Люди работают практически круглосуточно, когда идут снегопады. Каждую ночь свыше 200 единиц техники вывозят на спецполигоны более 5000 тонн снега. Задача, поставленная городскими властями, выполняется. Необходимо обновлять парк, чтобы обеспечивать возможность предприятия, использовать современные методы борьбы со снегом и больше повышать эффективность. Нам нужно порядка 400 миллионов на текущее обновление парк техники. Это закупка современных КДМ машинно-дорожных, малогабаритной техники, ну и иной технике необходимой для уборки дорог. Эту проблему поднимала глава Самары. Город нуждается в выполнении парка спецтехники. Мы купили для всех бюджетных учреждений эту технику и помогать готовы. Зная, что система образования помогает. Кто мешает управляющим компаниям это покупать? Значит, разбираться надо в том, как они финансируются, как они бюджет формируют. В любом случае нужно расчищать не только входы в подъезд. Да, значит, тротуары надо чистить. После того, как наши муниципальные предприятия отработали, мы видим, что вполне денег хватает. Напомним, Олег Фурсов поручил руководству Департамента городского хозяйства и экологии совместно с главами внутригородских районов проверить, насколько управляющие компании ЖСК и ТСЖ обеспечены спецтехникой. Глава города отметил, что наличие необходимого количества снегоуборочных машин должно быть одним из условий получения лицензии обслуживающими организациями. Если порядок на основных самарских дорогах регулярно поддерживается, то чистота дворов и крыш – это особый вопрос. Есть управляющие компании, которые стараются оперативно устранять снежную кашу у подъездов и нависшие сосульки. Мы ограждаем лентами те участки, чтобы люди не ходили для безопасности пешеходов, но стараемся буквально оперативно в течение часу, двух, трех решать вопрос. Скажем так, по сравнению с тем, что было раньше, с прежней управляющей компанией есть улучшения. Я доволен, что убирают и считаю, что служба работает более-менее нормально. По-настоящему ответственных управляющих компаний в городе мало. Проверка показала, ни одна не смогла очистить от наледи все дворы и крыши. Теперь предстоит работа над ошибками. На сегодняшний день поставлена задача согласовать все действия непосредственно со всеми межслужбами, между службами, и выполнить, привести в нормативное состояние до 17-го числа. За грубые нарушения компаниям грозят штрафы. Сейчас уже составлено больше 500 административных протоколов. Марина Кравцова, Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. Выход на пенсию у некоторых граждан с 2017 года откладывается. Речь идет о государственных служащих. Пенсионный возраст все-таки повышают. Увеличиваться он будет постепенно, ежегодно на полгода. Пока в итоге не вырастет до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Какие еще изменения ждут самарцев, расскажет Марина Матвейшина. Болеть с этого года станет невыгодно. В правительстве приняли новую формулу расчета больничных листов. Если раньше для стопроцентной оплаты больничного нужен был трудовой стаж в 8 лет, теперь это 9. А потом постепенно его будут увеличивать до 15 лет. Но зато оформить больничный лист можно будет через интернет. Заверяться документ будет электронной подписью врачей. Электронными станут и полисы ОСАГО. Это один из способов избежать подделок документов и ненужных очередей. Также упрощается жизнь граждан в плане возможности обращения в суд с различными заявлениями, ходатствами, жалобами в порядке, в электронном порядке. Вот, на мой взгляд, на сегодняшний день. То есть возможности сетей достаточно развиты для того, чтобы этим умело пользоваться. Все новые автомобили в России должны будут оснащаться спутниковой системой «Эроглонас» для автоматического оповещения о ДТП, а также для быстрого поиска угнанных авто. Ужесточились правила перевозки детей в салоне автомобиля. Пассажирам, которым еще нет 10 лет, можно устанавливать автокресла только на заднем сидении. Тем, кому 10 лет уже исполнилось, но нет еще 12, сидеть на переднем сидении можно, но тоже в специальном автокресле. Отдельным пунктом прописывается и то, что простого сидения бустера с ремнем уже недостаточно. За плохое поведение будут наказывать коллекторов. Теперь им законодательно запрещено шантажировать, угрожать, использовать грубую физическую силу. Общаться с родственниками, близкими и коллегами должника тоже запрещено. Более того, должник сможет отказаться от общения со сборщиками долгов. Для этого нужно направить банку письменные уведомления о своем решении. Еще один важный момент – все коллекторы будут включены в госреестр, а контролировать их будут судебные приставы. Регламентирована четко деятельность коллекторов в плане чистоты их обращений к должникам. Если я не ошибаюсь, то один раз в сутки, не более определенного количества раз. Таким образом, чтобы деятельность коллекторов не стала кошмаром для должников, как мы наблюдали такие достаточно резонансные случаи. Регистрировать недвижимость можно будет в любом офисе приема документов. И неважно, где расположен объект. То есть, если самарец купил квартиру в Краснодаре, ему не обязательно ехать за 3-9 земель, чтобы оформить право собственности. Сделать это можно в любом МФЦ. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. 14 жителей региона стали жертвами несчастных случаев во время новогодних каникул. Люди погибли в результате аварии, пожаров двое утонули. Еще 15 человек пострадали на самарских дорогах, в том числе дети. Работы добавилось и врачам. Некоторым пациентам новогодние гуляния и пиротехника едва не стоили зрения. Алина Чемерис продолжит. В этом году зимние каникулы, по словам специалистов, отличились тяжелыми погодными условиями. Спасатели выезжали на вызовы 24 раза. В основном выручали рыбаков и тех, кто умудрился заблудиться на поверхности замерзших водоемов. Не всегда проталины на воде так хорошо видно, как эти. Сегодня нет метели и снегопада, и поэтому местность хорошо просматривается. Но в новогодние каникулы даже в Буран люди выходили на лед, чем добавляли работы сотрудникам поисковой службы. В первые дни января они спасли более 20 человек. Восемь человек в результате несчастных случаев погибли. Один из них произошел в первый день Нового года на Сухой Самарке. Трое мужчин на автомобиле Нива на месте понтонной переправы выехали на лед. Он не выдержал, и машина ушла под воду. Три человека в нем было, один успел выпрыгнуть, двое утонули. Этот человек, который вышел, он очень долго не мог показать место, где это случилось, потому что мы достаточно продолжительное время тратили силы и средства, искали, где эта машина. Попутно еще одну нашли, машину утонувшую, но без людей. Вот тоже недавно она утонула. Выезжать спасателям приходилось и на крупные аварии. В Самаре в первые дни Нового года зафиксировано 14 ДТП, меньше, чем за каникулы 2016-го. Погибших нет. Всего правила дорожного движения за время праздников жители города нарушили более трех тысяч раз. Свыше полусотни водителей сели за руль пьяными. Пострадали на дорогах Самары 15 человек, в том числе двое детей. Один из случаев произошел в поселке Зубчининовка. После дорожно-транспортного происшествия водитель с места скрылся. В результате дорожной аварии пострадал несовершеннолетний, 2006 года рождения, которое находилось в сопровождении мамы. Они самостоятельно обратились в одну из городских больниц, где девочке был поставлен диагноз ушиб мягких тканей живота. Девочка отпущена домой. На Чеку в новогодние праздники и самарские пожарные. Они перешли в режим повышенной готовности еще в середине декабря. За время каникул здания в регионе вспыхивали 54 раза. Почти половину случаев в Самаре. Спасти удалось троих человек, погибли шестеро. Немало и пожаров на транспорте. Машины горели 14 раз. Фейерверки и петарды не стали причиной возгораний. Основными причинами ясновения пожара являются это неосторожное обращение с огнем, в том числе и в состоянии алкогольного опьянения. Также нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Это в том числе отопительные приборы. Чаще всего это зимой происходит. Кроме того, также обращаем внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности и владельцам автотранспорта. Интенсивно работать в период праздников пришлось и врачам, кофтальмологам. За помощью обратились 45 человек. Трое из них получили серьезные травмы из-за неосторожного обращения с пиротехникой. Еще одному пациенту в глаз попала пробка от шампанского. Остальные отделались менее серьезными повреждениями, причинами которых стали в том числе елочные иголки. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Стали известны подробности драмы, разыгравшейся в одном из самарских кафе. В драке был убит мужчина. По версии следствия, потасовка завязалась после того, как один из отдыхающих сделал замечание курящей компании. 38-летнего мужчину избили так, что он скончался на месте. Алина Чемерис восстановила ход событий. Сегодня здесь все как должно быть. В зале убрано, персонал готов встретить гостей. На стенах еще остаются новогодние украшения. О том, что в ночь с пятницы на субботу здесь случилась трагедия, уже ничто не напоминает. Все произошло здесь, на первом этаже. По версии следствия и по словам очевидцев, отдыхали две компании. Одна там, за столом, другая здесь, за закрытыми дверьми. Двое мужчин подошли сюда сделать замечание курящей компании, которая, в свою очередь, очень агрессивно отреагировала на просьбу прекратить курить. Мгновенно завязалась драка. В результате весь первый этаж заведения был разрушен. Мужчина от полученных травм скончался. Его брат сейчас находится в больнице. Кафе на московском шоссе работает уже 8 лет. Его владелец рассказывает, такого здесь никогда не случалось. По его словам, в целях безопасности пьяных и тех, кто хотя бы однажды отличился в заведение, не пускают. Курить в кафе запрещено всем, и здесь нет исключений. В тот день Ливон Агаджанян приезжал в заведение проверить, все ли в порядке. Как раз вот сидели четверо здесь, два парня и два. Один из них пониже его ростом. Он же часто отдыхал. Нормальный парень, так сказать. Ну, постоянный гость, скажем так. Нормально, никаких там проблем от него не было. Ну, конечно, они выпили, танцевали, все. Вот парень, который встает и идет туда, идет туда, он высовывается туда, в кабину. И что-то говорит, там им, ну, рассказывали мне так, грубо, в очень грубом форме, там, что-то туда-сюда. Ну, и началось там. И по видео, потом я уже посмотрел, это произошло очень, и все тут же, мгновенно пошли. Там и бутылки, и там посуда, и табуретки. Как все происходило, зафиксировали камеры видеонаблюдений. Сейчас данные с них изучают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». На данный момент следствие располагает данными о причастности одного из мужчин к совершению преступления. Он объявлен в розыск, и в ближайшее время им будет предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства. Личность подозреваемого установлена. Материалы в отношении других лиц по факту причинения телесных повреждений, выделены в отдельное производство и по последствии направлены в органы полиции. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. В Самаре открылся новый скоростной маршрут на аэролодках. Сюда на воздушной подушке теперь перевозят людей в Рождественно от Ульяновского спуска. Раньше уехать из города зимой можно было только с речного вокзала. Новый маршрут опробовал Сергей Ромашов. Переправа заняла у нас всего 10 минут. Доехали с комфортом. Даже лучше, чем в маршрутке. Странно подумать, а ведь раньше люди добирались сюда часами. Наталья Саляхова ездит из Рождественного в Самару на работу каждый будний день. Говорит, в селе возможности для заработка почти нет. Если бы не курсирующие в сторону города аэроводки, о трудоустройстве в городе пришлось бы забыть. Было по-всякому, на вертолете летали. Все было в нашей жизни. А сейчас-то кроме этой дороги больше вообще ничего нет у нас. Мы отрезаны от мира. Пассажиров перевозят по зимней Волге 8 аэролодок. Еще в том году воспользоваться услугами этого транспорта можно было только на речном вокзале. Теперь люди могут добраться в село и от Ульяновского спуска Самары, а также уехать из областного центра в Ширяево. Главное, что это быстро и безопасно. Аэроводки легко летят вперед, почти паря над ледяной поверхностью реки. Сегодня первый день работы нового маршрута. Ульяновский спуск Рождествено. Линия функционирует по рабочим дням, в часы пик. В 2016 году при поддержке правительства Самарской области за счет средств областного бюджета было приобретены новые суда на воздушной подушке из числа современного судостроения. Это суда типа «Нептун», имеющая пассажироместимость 21 человек. Сотрудники пассажирского предприятия не исключают организации новых социально значимых маршрутов в будущем. Все будет зависеть от их востребованности. Ведь открыть маршрут от того же Ульяновского спуска просили сами жители. А просят снова, к ним прислушаются. Сергей Ромашов, Станислав Левин. События. У него были мечты космического масштаба. На этой неделе исполнилось 110 лет со дня рождения легендарного конструктора Сергея Павловича Королева. Он создал первый в истории искусственный спутник, пилотируемый космический корабль и баллистические ракеты. Личность Королева была засекречена всю его жизнь, а его первая разрешенная к публикации фотография была сделана в Куйбышеве. Да и своей космической судьбой город обязан именно Королеву. Каким помнит главного конструктора самарские ракетостроители, специальный репортаж Валерии Макаровой. Мы строим наш артерский собор, творим мировую историю космонавтики. Помяните мое слово. Вот этот спутник будут показывать в музее. И его действительно там покажут, как и все другие изобретения Сергея Павловича Королева, которые опередили свое время. Еще задолго до полета Гагарина он мечтал об экспедиции на Марс, орбитальной станции и лунной базе. В жизни Королева Самара стала особенным городом. Здесь воплощали смелые проекты главного конструктора. Юрия Гагарина поднимает к звездам ракета Р-7. «Семерка», как ее называют конструкторы. Это, наверное, главное творение Королева. Он отдаст ее массовое производство в Куйбышев. Было это почти 60 лет назад. А в день старта гагаринской ракеты к пуску ее готовили в том числе куйбышевские специалисты. «Собираю вещи, выходим, подходит человек с ними, еще несколько человек. Ну как, мы доработали?» «Да, доработали. Ну что, сынок, полетим?» «Да полетим, куда деваться?» «Выходим со старта». «Ты знаешь, с кем я разговариваю?» «Нет, не знаю. Это Королев». В лицо Королева действительно знали немногие. Он был чуть ли не самой засекреченной личностью в стране. Вскрывали, конечно, и всю кино и фотохронику с его участием. Первое фото Королева, разрешенное к публикации, сделано было именно в Куйбышеве в июне 63-го. Королев любил Куйбышев, а особенно любил Волгу. Этот город для Сергея Павловича стал по-настоящему счастливым. Здесь все так удачно получалось. Быстро отлаженная «семерка», первая космическая ракета и появившиеся здесь единомышленники, ставшие друзьями. «Сергей Павлович каждый раз, когда летал на полигон или возвращался с полигона, он всегда летел через Куйбышев. И он обязательно заходил к нам. Он рассказывал о задачах. Его голубая мечта была достичь Луны и планет». Музеев, посвященных Королеву, в стране всего три. Один из них в Самарском университете. Здесь бережно хранят вещи, которые передала вдова генерального конструктора. Это бессменная шляпа Королева. Рассказывают, в ней он провел не один удачный пуск, и потому менять не спешил. Особенно в музее дорожат стартовые повязки Королева. Она была на нем во время пуска ракет с Терешковой и Быковским. «Стартовая повязка обеспечивала, обозначала доступ в каждую зону при подготовке полета. Естественно, это самая высокая зона была Сергея Павловича Королева». Всех российских космонавтов и каждый третий спутник на орбиту доставляют самарские ракеты. Здесь до сих пор продолжают дело Королева. А в Самарском университете, который носит его имя, учится новое поколение конструкторов. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Проверить зрение бесплатно. Все пациенты с диагнозом сахарный диабет смогут получить консультацию окулиста. Самарская областная глазная больница запустила специальную программу. Врачи уверены, своевременно выявленные изменения позволят избежать серьезных осложнений. Андрей Горгуленко продолжит. Александр Бастрыкин уже 10 лет живет с диагнозом сахарный диабет. Никаких жалоб на ухудшение зрения не было. До недавнего времени. Все нормально вроде. Нормально зрение было, как у сокола. Телевизор могу, а газету только. Что газету увидеть смогу и все. Резко падать. Начал я из-за этого обратился. Александр совершил ошибку, как и все пациенты диабетики. Пока зрение не подводил, а на консультации не приходил. Хотя проверяться нужно каждый год. Пациенты должны знать, что любой пациент, имеющий диагноз сахарный диабет, находится в группе риска по слепоте. Поэтому, несмотря на высокие визуальные функции, пациент имеет риск развития слепоты. Причем риск развития слепоты у них выше в 25 раз чаще, чем у людей в общей популяции. На консультации у пациентов проверяют остроту зрения, внутриглазное давление и осматривают глазное дно специальными линзами. Все это помогает уже на ранних стадиях увидеть не только кровоизлияние и изменение сосудов, но и утолщение сетчатки глаза. Таким образом, можем очень серьезно рассчитывать на то, что будет обеспечена полная профилактика слепоты от диабета. К сожалению, вылечить диабет мы не можем пока, но это и не наша задача, но обеспечить профилактику слепоты от диабета, чтобы люди как минимум не ослепли от диабета, это наша задача, мы ее выполняем. С момента запуска программы «Диабет. Сохраним зрение» уже 65 человек получили консультации. Для записи на бесплатное обследование все пациенты с сахарным диабетом могут до 31 марта обратиться по телефону, указанному на экране. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Четверть самарцев, по данным врачей, страдают аллергией на холод. Ее часто путают с повышенной чувствительностью к морозу, зимней усталостью. Но аллергологи разделяют эти понятия. Многочисленные публикации в интернете аллергии называют любую реакцию организма на пониженную температуру. Как и на самом деле выглядит и проявляется холодовая аллергия, и как с ней жить, выяснила Олеся Корецкая. Аллергия на мороз – заболевание, которым болеют взрослые. Им страдает каждый четвертый старше 20 лет. Выглядит оно, как крапивница. Кожа краснеет, шелушится, сильно чешется. В тяжелых случаях появляются волдыри. Она проявляется в холодное время, в холодный период. И симптомы возникают, как правило, при контакте с холодным воздухом. Особенно в ветреную погоду и на открытых участках тела. Как правило, это руки и лицо. Холодовая аллергия проявляется не только зимой, а в любое время года. Например, после купания в прохладной воде. Чаще всего острая холодовая крапивница проходит сама. К врачам обращаются те, кто страдает больше месяца. Справиться с аллергией на мороз помогают специальные лекарства и обследования. Чтобы выяснить, есть ли у человека холодовая крапивница, проводится простой аппликационный тест. Конечно, не на улице, а в условиях стационара. Специалисты прикладывают к коже человека кусочек льда на 30 минут. И если в этом месте появляется волдырь, значит, крапивница есть. Как и любая другая аллергия, холодовая чаще поражает тех, чей организм ослаблен. Людей с хроническими заболеваниями – гастритом, танзелитом, холециститом. У меня ко всем, ко многим вещам, но к этому вот, к холоду тоже, по-моему, как в воду начинаю задыхаться. Понимаете? Как же вы зиму переживаете? Вчера, ну, пользуюсь ингаляторами. Я считаю, что заболевание аллергического характера на холод, на воду – это вообще очень страшная вещь. Что это заболевание – это кровь, я так понимаю. Заболевание – это практически неизлечимое. Избавиться от аллергии нельзя. Можно лишь контролировать ее проявление. В помощь лекарства и образ жизни. Лучше консультироваться с врачом и поменьше верить интернету. Там аллергии называют любую реакцию человека на холодное время года. В том числе банальную усталость от недостатка витаминов и солнечного света. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. После череды новогодних торжеств на работу, как на праздник, могут выходить не все. Чтобы восстановиться быстро и безболезненно, психологи советуют не перенапрягаться, раскачиваться постепенно. Как влиться в работу легко, узнала Марина Матвейшина. Салюты от гремели, Оливье съедено, желания загаданы. Пора выходить на работу. Первые дни после долгих новогодних каникул для многих оказываются невыносимыми и тяжкими. Корреспонденты телеканала «Самары ГИС» не унывают и раскрывают свои секреты, как они справляются с посленовогодних «Андрой» и включаются в работу. Я просто стараюсь не акцентировать внимание на том, что после праздников нужно сразу врубаться с головой в работу и сворачивать горы. Я просто приступаю к своим обязанностям, не стараюсь делать многое, я делаю то, что от меня нужно. И постепенно вхожу в ритм и, в общем-то, проблем никаких у меня не возникает. Я очень сильно люблю спорт и поэтому я вдохновляюсь спортивными мероприятиями. Когда вот я вижу что-то удивительное на спортивных площадках, ну, меня это как-то мотивирует и, ну, я стараюсь быть лучше. И я вот даже у себя на рабочем месте повесил свой самый любимый спортивный момент 2016 года. Я не пытаюсь даже справиться, я просто заедаю горе шоколадом и запиваю чаем. И этот метод советуют взять на вооружение и профессор Константин Лисецкий. Немного смешать работу и воспоминания о прошедших каникулах. Такой коктейль, уверен он, окажет целебные действия на сбившиеся жизненные ритмы. Придя на работу, конечно, первый день лучше всего это рассказывать друг другу, как прошли праздники. Вот, причем истории нужно придумать заранее, вот, чтобы было интересно. Остатки там салатика принесли с собой, кто-то там тортик, вот, поговорили, все чаю попили, разошлись. Вот, и дальше вот входят в работу очень легко люди. Возвращаться в работу будет проще и легче, если рассматривать ее не как тяжкую обузу и трудовую повинность, а как новые возможности для достижения тех желаний, которые мы загадали под бой курантов в новогоднюю ночь. И даже если кто-то что-то забыл или, может быть, недосказал, у нас в России есть уникальная возможность сделать это еще раз на Старый Новый год. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск завершен. Отличного вам настроения, хороших выходных. Всего доброго, до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова